О каких условиях для мирных переговоров говорит Си Цзиньпинь, который пребывает с визитом в Париже и в европейском турне впервые за последние пять лет? И зачем Россия опять достала свою последнюю карту из своей кровавой колоды, которая даже уже не козырная, так выглядит, ядерный шантаж? Об этом и не только. Будем говорить прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова и со мной традиционно еженедельно Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии. Игорь Веленович, здравствуйте, рады вас приветствовать. Добрый день, рад взаимно. Спасибо, что находите время. Нашли время друг для друга лидеры Китая, Франции, также президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с ними побывала. Говорит, Си Цзиньпинь должен задействовать все речки влияния, которые у него есть, повлиять на Россию, чтобы Путин закончил свою кровавую войну. Давно, не первый раз мы слышим такое заявление и не только от Урсула фон дер Ляйен. Си Цзиньпинь говорит, Китай, Франция и ЕС должны противодействовать эскалации боевых действий, в Украине создавать условия для мирных переговоров. Подозреваю, правда, учитывая, что он до сих пор продолжает называть войну в Украине кризисом, явно не по украинской формуле миру. Здесь заложена месседж Си Цзиньпиня. Что мы должны понимать? Какие механизмы может, хочет или должен задействовать Си? И могут ли на него механизмы убеждения со стороны европейских партнеров Урсула фон дер Ляйен, президента Франции, каким-то образом повлиять? Или он послушает, вот так поулыбается и поедет дальше решать свои задачи? Да, конечно, европейцы, видимо, все-таки наивные люди. В очередной раз они демонстрируют свою наивность. Они думают, что стоит только попросить у вот этой большой панды, как вот разнят в Китае не только Си Цзиньпиня. Она такая добрая панда подойдет. Она же большая, сильная и должна быть добрая. Панда все-таки подойдет к Путину, возьмет его так в свои когтистые объятия, скажет ему, прекращай войну, и Путин сразу же, естественно, войну прекратит. Но, к сожалению, все гораздо сложнее. И Си Цзиньпинь не будет Путина как-то очень сильно прижимать, чтобы остановить войну. И Путин как бы войну останавливать не собирается в любом случае. Конечно, у Китая множество рычагов влияния на Россию. Запад сейчас рычагов влияния на Россию практически не имеет. Потому что все санкции, возможно, или большую часть, они уже ввели, а дальше что еще? Дальше какие еще санкции вводить? Все это уже будет как бы второго сорта санкции. То есть первосортные они уже ввели. А Китай, конечно, может что угодно. Почему? Потому что Россия экономически целиком стала зависеть от Китая. Но Си Цзиньпинь не хочет ссориться с Путиным и не хочет подрывать путинский режим. Ему путинский режим в принципе в целом выгоден. Путинский режим это для вот этой большой китайской панды собственная тайная корова, да, такая домашняя, которая приносит молочко в виде нефти, газа, леса и прочих ресурсов. Причем все это продают Китаю по дешевке, дешевле, чем продавали в Европу. И, соответственно, конечно, Си Цзиньпинь эта ситуация пользуется. Пользуется слабостью путинского режима, пользуется изоляцией из путинского режима для того, чтобы просто элементарно наживаться. Тут нет каких-то, знаете, высоких целей в их близости. Ничего такого нет. Это чистый голый китайский такой расчет, да, рыночный совершенно. Вот, поэтому Путин, вернее, Си Цзиньпинь с Путиным ссориться не будет. Но, конечно, Си Цзиньпинь все время демонстрирует, что он за мир. Но за какой мир? Он бы хотел, мечтал бы, да, чтобы вдруг бы война взяла, взяла бы и остановилась. И заморозилась война таким образом, чтобы путинский режим получил свое и успокоился. Но тут есть два момента. Во-первых, никто ни в Украине, ни на Западе на такой мир не пойдет, потому что это было бы, во-первых, просто легитимация агрессии. Это, во-первых. А во-вторых, никто не верит, что Путин остановится надолго. Он может остановиться, передохнуть и пойти дальше, как он уже делал неоднократно. Это первый момент. А второй момент, то, что Путин сам, собственно, не готов к никакому замораживанию войны. Путин, он живет в своей картине мира. Там ему, судя по докладам, да, как у Джава пел, у них в этой империи все в порядке. Они там могут наступать и дальше, захватывать и дальше какие-то земли. Они же еще себя сами загнали в такой-то угол, да, что они не могут остановиться. Почему? Они аннексировали те украинские земли, которые еще не захватили. Например, Запорожье, Херсон. То есть это уже считается по российскому законодательству, не больше, не меньше, как по конституции. Российские земли. То есть им нужно или менять конституцию, отказываться от этого всего, или продолжать войну. Путин выбирает продолжение войны, и мы видим, что активным образом эта война продолжается. Так что я думаю, что европейские политики, прежде всего президент Макрон, будут убеждать Си Цзиньпиня как-то сильно надавить на Путина, а Си Цзиньпинь будет кивать головой и говорить, а вы бы там поработайте с Украиной, чтобы она там соглашалась на путинские условия. Ну, естественно, что Запад, европейцы ответят, что Украина суверенная страна, и мы не будем ей ничего навязывать. И на этом все и закончится. На этом они и разойдутся. Наши эксперты говорят, что Си своего рода такую колыбельную повез в Европу, действительно убаюкивать, уговаривать такой мягкой, но совсем слово не мягкой силой, но он так считает, что мягкой. Особенно это повлияет потом на последующие визиты в Сербию, в Венгрию, которые вообще посматривают, мало того, что в сторону Китая, сильно так в сторону России без конца, одним глазом, так точно, может, полутора. Но в то же время, а почему Европа не может ошарашить Си каким-то громким маршем? Или демаршем в ответ на эту колыбельную? Неужели нету рычагов влияния, в том числе и экономических, как-то пригрозить, как-то сказать, что и рынки могут закрыться, и санкции какие-то могут быть введены? Неужели все-таки Европе больше нужен вот такой сильный Китай, который заставляет их играть и плясать только под свою дуду в итоге выходит? Понимаете, конечно, Европе не нужен какой-то сильный Китай, и слабый Китай не нужен. Ей нужно нормальные цивилизованные взаимоотношения с цивилизованной страной. Лучше бы, чтобы эта страна в Китае не нарушала права человека, как она это делает в массовом просто порядке. Лучше бы, чтобы эта страна не угрожала соседним территориям, например, Тайваню, что она делает, чтобы она не репрессировала протестующих в Гонконге и так далее. Но Руси на это все, естественно, отвечает, что нет, это не ваше дело и так далее. И продолжает свою политику внутри страны, совершенно направленной против демократии прав человека. Ну и внешнюю политику, которая выгодна России, тоже стране-агрессору продолжает. Но что может делать Европа? У Европы, США, и у западных стран в целом, в Японии тоже страны большой семерки. Есть рычаг давления. Это рынок, рынки. Все главные китайские рынки там. Потребительские товары Китай поставляет туда и так далее. Но какую-то торговую войну начинается с Китаем. В Европе и США это себе дороже. Вот Трамп начал в свое время торговую войну с Китаем, а американцы потеряли на это миллиарды долларов. И, собственно, европейцы тоже на этом очень много потеряют. И цены повысятся на товары в Европе. И, скажем так, и без того не очень хорошей сейчас экономической ситуации в Европе, она резко ухудшится в результате этого. В том числе ударит это по массовому потребителю. И поэтому европейцы не готовы пока на это пойти. Они бы пошли, возможно, пошли бы на какие-то санкции, если бы Китай открыто встал на сторону России. И стал бы ее поддерживать в военном плане. Тогда бы, да, европейцы, американцы, и Япония, вероятно, Южная Корея даже, могли бы ввести какие-то санкции против Китая тоже. Но Си Цзиньпинь хитрый, он на это не идет. Он как бы балансирует. Он балансирует и представляет себе, что он такой миротворец. Он вообще за мир, за все хорошее против всего плохого. При этом он и агрессора не обижает, и Путина. То есть даже чисто придерживается того новояза, до этого речи кряка, который принят в российской пропаганде. То есть не агрессия против Украины, и даже не война, а кризис какой-то и так далее. Так что вот он хочет усидеть на двух стульях, и пока ему это, к сожалению, удается. Да, неплохо удается. Помещается своим видом своей банды и своими действиями в том числе. А можем ли мы увидеть все-таки китайскую делегацию на саммите мира 15-16 июня в Швейцарии после европейского турне Си в каком-то виде? И насколько принципиально важно, чтобы на этом таком первом самом масштабном глобальном раунде подготовки плацдарма к переговорному треку в будущем именно присутствовал Пекин? Нет, если бы, конечно, все зависит от того, при этом они туда или не приедут. А от их политики, от их курса, понимаете, пока нет никаких причин, что они вдруг из грешника Савла превратились в святого Павлова. Что они вдруг взяли и решили поддержать Украину, как-то осадить страну-агрессора и так далее. Ничего они этого пока делать не собираются. Как я уже сказал, слава богу, что они боятся открыто военно помогать России именно потому, чтобы не ссориться с Западом. И поэтому, кстати, именно из-за того, чтобы избежать каких-то проблем, санкций и прочее, Си Цзиньпинь не едет в Европу, чтобы не потерять европейские рынки. Но теоретически там может быть какой-то наблюдатель от Китая, максимум в этой конференции. Но китайские наблюдатели, даже делегации, которые, скорее всего, вообще не будут, они не будут вести последовательную какую-то политику по сдерживанию или, тем более, противостоянию российской агрессии. Поэтому это, в общем-то, не имеет никакого значения. Будет ли там сидеть какой-нибудь Си Цзиньпиньевский микропанда или не будет сидеть, это не имеет значения. Ну да, Лихуе и Ливан, и понятно. В принципе, да, здесь делаем вывод, что Китай будет дальше двигаться по той траектории, которая выгодна Китаю. Ни окончание войны, ни сильная, ни слабая Россия и то, что выгодно ему и в денежном плане, да и в политическом. Но, понятно, одно и, очевидно, всем точно и безоговорочно, и об этом говорят западные партнеры, пусть наивные, но уже как-то у них здесь немножко рассеивается эта наивность и розовые очки. И то, что упомянули уже вы, что Путин вообще ни в каком виде войну не собирается останавливать. Мне тут попался на глаза материал издания Washington Post в преддверии, так сказать, инаугурационного дня, который, как мы с вами говорили, вообще не имеет никакого значения и ничего особо не поменяет, который огромный этот материал, все я, конечно, цитировать не буду. Они прям проанализировали, журналисты издания Washington Post, как менялась путинская Россия для того, чтобы вести войну и как раз не против Украины СВО, как они говорят, а так и название статьи, что под Путиным милитаризованная новая Россия делает все и растет, чтобы бросить вызовы уже Америке и Западу в целом, вот этому вражескому, пишет издание The Washington Post. И в целом страшно там звучит то, что Путин создает, ссылаясь на многих экспертов, они пишут, это действительно не война с Украиной, война с Америкой, война с Западом или сатаной, со всеми силами морального упадка. У путинизма есть признаки фашизма и даже хуже. Он использует войну и ненависть как инструмент для промывания мозгов русскому народу. И делает все, чтобы показать, что мужчина отдает свою жизнь на войне или работе на военную машину, а женщины по 7-8 детей, как Путин говорил в ноябре, должны отдавать свое тело, рожая детей для всего, для этого. И там это просто вот такой кошмар, который мы говорим точечно и периодически на разные темы, вот собран во всю такую большую канву в этой статье. Заканчивается он тем, что журналист издания Washington Post едет в поезде и встречает женщину из России, которая любит Европу, дети любят Европу, путешествовать, хотят там учиться, но она не говорит о политике, боясь, боясь, что может ждать ее, видя то, что происходит с теми, кто о политике говорит, или даже сережки одевает какого-то цвета не того. Но, тем не менее, говорит в конце, она даже не упоминая политику, говорит, но все-таки хочется какой-то нормальности. Мы правильно понимаем, что эта нормальность не после этой инаугурации, не после того, что Путин вообще себя зафиксировал навсегда, по всей видимости, никогда уже больше не придет. И вот это увековечивание войны, этого курса, неужели оно не может ни этих мужчин, ни женщин, которых Путин превращает в зомби, ни на что сподвигнуть? Ну, какая может быть нормальность? В ситуации, если диктатор ненормальный, если диктатор ненормальный, причем абсолютный диктатор Путина, абсолютно диктатор России, то и страна ненормальная. Вот, скажем так, понятие нормы меняется совершенно. То есть понятие нормы сейчас в России и в путинской верхушке, это быть как Путин, а Путин абсолютно безумен. То есть безумие становится социально одобряемым поведением, а нормальность воспринимается как преступление. То есть если человек хочет мира и говорит об этом, это же для нормальной страны, это абсолютно, я сейчас повторяю слово «нормальный» очень часто, такая пофтовтология получается, для нормальной страны это абсолютно нормально, а для ненормальной это преступление. Понимаете? Это королевство кривых зеркал, или знаете, сказка тоже такая была, «Джельсамина в стране лжецов», где все перевернуто с ног на голову, все понятия, все моральные нормы смещены, даже вещи нужно называть не своими именами, а наоборот все, то есть включая это даже в быту. То есть это вот то же самое в этой путинской России. Поэтому пока Путин диктатор России, никакой нормальности не будет. Хотя по ней есть, конечно, стремление у людей к ней. И даже вот эта была предвыборная кампания, имитационная, совершенно фарсовая, предвыборная кампания на пост президента кандидатов, некоторые кандидаты пытались именно использовать вот этот бренд нормальности, нормализации, использовать ощущения людей, что они устали от этого какого-то постоянного перевозбуждения, какого-то эскатологического настроения, что мы движемся к концу света, и слава богу, как Путин говорил, все сдохнут, а мы в рай попадем. Конечно, это не нравится обывателям, мне не нравится не то, потому что обыватели такие святоши, хорошие, все добряки. Нет, просто обыватель хочет простой жизни, простой обычной жизни, без каких-то истерик, без страхов, без потрясений, без каких-то ужасов, которые маячат на горизонте. Но, как я уже сказал, никаких шансов на то, что пока Путин у власти нет нормальности, и этот обыватель, который хотел бы ее, он терроризирован, запуган, оболванен пропагандой, и он ничего делать не будет для того, чтобы изменить ситуацию. Он просто и не может, во-первых, ничего сделать реально, потому что, если даже выйдешь на улицу с плакатом, просто огребешь дубинкой по голове, и все на этом закончится. Но и он и не будет этого делать еще, и потому что он, многие из них, многие из российских обывателей, стоили на степени зомбированной пропагандой. Они уже считают, что так и нужно жить, чтобы ничего, деваться некуда, что это не мы напали, а на нас напали, и теперь нужно типа сопротивляться до конца. То есть, по крайней мере, есть, конечно, и трезвомыслящие люди, но, во-первых, их не большинство, а во-вторых, как я уже сказал, они запуганы. А как вы полагаете, Игорь Веленович, вот это выстраивание милитаристского, ориентированного полностью на войну государства и общества, это было его целью с 99-го года и воплощалось в матрицу все 25 лет, и 25-й год, или как-то постепенно градуировалось к такому зомбированию и целям захватить полмира, или не знаю, что он хочет захватить? Нет, вы знаете, Путин, он эволюционировал. Он эволюционировал. Он в 90-е годы, это был обычный, термин был такой, приблотненный мент, но он приблотненный гибист. Это, я думаю, хорошо застал 90-е, то есть, это тот человек, который или в погонах, или недавно еще был в погонах, но общается с бандитами и является таким вот, в рамках вот этих мафиозных структур бандитских, такой свой прикормленный ментяра или гбшник. Он работал с питерскими бандитами, с Тамбовскими, с Малышевскими, с Геной Петровым неким, который потом, испанская полиция расшифровала его переговоры, которые он вел в Испании, и оказалось, что он там свась-вась со всеми крупными путинскими чиновниками, силовиками, включая нынешнего первого зама начальника ФСБ Королева Сергея и Бастрыкина, начальника Следственного комитета. То есть вот он с такими людьми решал дела, воровал вовсю и так далее, и так далее. И вот совершенно случайно, абсолютно случайно, он неожиданно для себя выиграл в лотерею. Причем самое забавное, что даже билет этот не брал, потому что он никуда особо не рвался. Его присмотрелась к нему естинская семейка, и они решили, что он такой хороший КГБшник, он охранял, скажем так, Собчака, он не сдал Собчака, также он и не сдаст Ельцина. А семейке Ельцинской и другим российским олигархам нужен был такой Цербер, который бы охранял наворованные капиталы. Они привыкли иметь дело с такими КГБшниками или приблотненными КГБшниками. У них у каждого олигарха был свой начальник службы охраны, не больше, не меньше какой-нибудь бывший генерал КГБ. И вот они думали, что у них будет такой начальник службы охраны, Володя Путин, который будет называться президентом России. Но дальше, и это соответствовало его менталитету, он как бы подрядился на эту должность. Но дальше, когда он стал президентом, у него произошел такой легкий крышеснос, как бывает у людей, которые неожиданно совершенно приходят к власти. Это знаете, когда анквалангист всплывает очень быстро с глубин на наверх, у него сразу же кессоновой болезни в мозги вскипает. Ну вот, если он это очень быстро делает. То же самое и произошло и с Путином. У него вскипели мозги, и он уже решил, что, как знаете, в сказке известной Пушкина, что он уже не хочет быть просто столбовой дворянкой, и даже царицей не хочет быть, а хочет быть владычеством морской, и чтобы сам президент Обама там был у него на посылках. Да, вот примерно так же. И он начал реализовывать вот эту свою параноидальную идею, которая у него возникла вот в период именно этого взлета безумного, реализовывать эту идею, возродить Российскую империю, новый третий путинский рейх после советского, после романовского рейха и советского. И дальше, как бы, в результате этого он стал совершать не только грубейшие, совершенно жуткие преступления, но и ошибки, которые, я думаю, будут в конечном итоге стоить ему и поста, и жизни. Это прежде всего агрессия против Украины, в том числе ее широкомасштабная часть, которая началась в 22-м году. А вот, как вы полагаете, это его так называемое окружение элиты, которые они себя именуют, которые псевдоэлитами есть, которые десятилетиями уже больше возле него, они тоже, ну, я там имею в виду Шойгу, Ковальчукова, этих всех, которые идеологи тоже, или исполнители просто, или вот, как мы шутим, наркотик успокоительный, да, для Путина, они же видели эти изменения в его поведении, в его целепостановках, неужели они двигались вместе с ним к этому и тоже это все внимали ради денег, ради власти, ради вот этого тоже крыши сноса, или как-то они понимали, что куда-то курс идет не туда, но остановить уже запустившуюся машину было некогда? Смотрите, они все царедворцы, царедворцы, а что нужно царедворцу? Главная его задача, за что его держат при дворе? На то, чтобы он удовлетворял эмоционально, удовлетворял царя, то есть он должен говорить то, что царю нравится, он должен потакать и угадывать его желания и быстро их исполнять. Естественно, они, конечно, наверняка обратили внимание на то, в какую сторону поехала путинская крыша и дружно отправились в эту же сторону параллельно с ней. То есть они начали примерно так же себя вести, говорить такие же вещи и так далее. И кто наиболее успешно соответствовал вот этому, вот этой путинской паранойи, тот и делал карьеру. Известна история, что когда вот в последней стадии, да, его безумие, когда была эпидемия коронавируса, и он там где-то спрятался в каком-то очередном своем бункере, его там развлекал Ковальчук и младший, Юрий Ковальчук. И он как бы как сын у него, отец военный историк был, он как сын историка, понимая, что Путину это нравится, он ему рассказывал всякие басни исторические, псевдоисторические, значит, есть такой жанр польс-хистория, то есть история для тупых, по большому счету, для народа, в реальности для тупых. Вот он ему всякие байки рассказывал о собственном путинском величии, о том, как он войдет в историю наряду с Петром Первым, в один ряд и в таком духе. Он, конечно, преследовал свои чисто корыстные цели, потому что благодаря этому он и благодаря близости к власти он получал определенные ресурсы, возможности, финансовые потоки и так далее, и так далее. Но параллельно с этим он и другие олигархи, другое окружение Путина, они потворствовали вот этому путинскому безумию. И сейчас происходит ровно то же. Те, кто не хочет в этом участвовать, они просто, во-первых, рискуют в пасть не милость, просто сесть в тюрьму. И таких тоже немало. А в лучшем случае им удается сбежать за границу, как какому-нибудь Тинькову. А те, кто остались, им приходится изображать вот это индуцированное безумие. Страшно, конечно, как в 21-м столетии практически территориально, географически в Европе могло вот такое зло возродиться и такое строить общество. Страшно. Просто когда это мы понимаем это каждый день, но когда это осознаешь и вот так еще в проекции повторяешь, как это возрождалось, то становится немного жутко. Заканчивая тему с Путин, с крыши с носом Путина, но не до конца, во дворце президента так называемого РФ Путина в Геленджике исчезли после ремонта залы для стриптиза, казино и комната с играми. А вместо них внутри здания появилась часовня в честь князя Владимира, пишет нам издание проект вместе с фондом борьбы с коррупцией, а еще картины разных битв, битв, значит, символизирующих, трупов, битв, ну, все, как он любит. И главное полотно, размещенное в одном из ключевых помещений дворца, называется «Кто с мечом к нам придет, отмечай, погибнет». Это тоже какой-то такой антураж, он создает ощущение величия, что ли, ну, да, конечно, куда уж там стриптизу, а-да, ходит и думает, что он князь, царь? Да, когда его решил, что он Наполеон, да, ну, или там Петр Первый, или равен Петру Первому. Обычно его просто сажают в психушку, и причем, когда его сажают в психушку, директор там, или кто главврач в психушке, он абсолютно не пытается ему, например, его палату оборудовать как кабинет Наполеона, не вешает там портреты Наполеона на стены, битву в Атерлоу, там, родинского сражения и прочее, прочее. Но если этот человек при этом президент России, то ему вот такие возможности у него есть. И он просто превращает свой дворец в вот такую отдельную палату для сумасшедшего, с мани величия. И вот, и, собственно, остальные, как я уже говорил, ничего им не остается делать, если они хотят жить, причем жить хорошо, и как они жили раньше, иметь миллиардные там состояния и прочее, прочее. Они его обслуживают, развлекают, как, знаете, такого крепостника, да, крепостные его. Крепостник, помещик сошел с ума, но все его приживалки приживал, делает вид, что этого не замечают и продолжает его развлекать. Вот именно такая история происходит. И главное, выход, совершенно выход не просматривается. Он может только произойти в случае, если какие-то внешние факторы, внешние факторы разрушат его вот эту жизнь, да, вот разрушат его, созданную ему вот эту безумную совершенно систему. Тогда, если, например, они поймут его приживалки, приживалы, что их крепостник, их помещик, просто его политика, его поведение приведет к тому, что все поместье завтра полностью сгорит, и они погибнут в огне. И это совершенно неотвратимо. Тогда они его могут постараться уничтожить, постараться как-то устранить, спасать свои шкуры и жизни. Сейчас у них такой уверенности нет. Они все еще надеются, что как-то все само собой разрулится, что как-то фортуна будет на их стороне, и что никакой-то прямой угрозы еще для них нет. И лучше продолжать притворяться безумцами и развлекать своего хозяина, чем пытаться его как-то устранить. Это гораздо более безопасно. Мы поработаем над тем, чтобы стать этим внешним фактором нашей вооруженной силы Украины. Надо же, то, что мы раньше действительно, как читали в художественных книжках и фантазиях, просто реальностью встает в Российской Федерации создание вот такой видимости жизни царедворца Путина. Это кошмар. Но это крыша снос еще ради шутки. А вот есть и реальный, который не прекращается и продолжается. И как говорит Борис Тизенгаузен, политтехнолог, с которым я часто общаюсь в рамках наших регулярных рубрик, на что на самом деле это будет такая игра в долг и бесконечный шантаж, потому что Путин как будто почувствовал, что это слабое место Европы, страх. Ну, по крайней мере, может и не все, но некоторых стран. Сейчас о ядерном, конечно, шантаже. Опять Министерство агрессии Российской Федерации, именуемое себя Министерством обороны, вышло с картинками, видео и длинненьким текстом о том, что осознавая то, что Запад вводит войска на территории Украины и Франция, и Великобритания разрешила бить оружием, надо противодействовать. Песков добавляет, говорит, что это беспрецедентная угроза, просто опасность высочайшего уровня, поэтому будут учения нестратегического ядерного вооружения. Для кого они рассчитаны, зачем, сколько можно уже, и действительно ли это слабое место чувствуется у европейцев, у кого? Да, конечно, они пытаются продолжать свою политику ядерного шантажа, причем им каждый раз нужно что-то новое вытаскивать, знаете, как фокуснику, да, из шапки или из цилиндра нужно каждый раз какого-то нового зайца вытаскивать. А у них уже, в общем-то, документы закончились, они уже вытаскивали все, что у них есть. И вот они, кто-то из них там, особенно умный в кавычках, решил, что вот давайте мы сейчас устроим ядерное испытание. Еще не было такого с конца СССР. Испытаем тактическое оружие, попытаемся этим напугать. Но, понимаете, если, скажем так, конечно, ядерный шантаж еще действует, безусловно действует, но с каждым новым витком, с каждой новой угрозой к нему все больше и больше привыкает, и он все менее и менее становится эффективным. Нельзя все время кричать волки, 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 потому что, когда волки придут, тебе уже никто не поверит. Нельзя все время угрожать ядерным оружием на протяжении многих лет уже, и в какой-то момент все поймут, что это только угроза, ничего реального за этим не стоит. А в действительной ситуации с ядерным оружием, с ядерным потенциалом России далека, далека от какой-то эффективности и даже в дееспособности. Существует множество информации о том, что значительная часть ядерного арсенала, если не большая часть, находясь не боеспособна, что большинство ракет просто не взлетит, даже в случае, если их попытаются поднять воздух, а те, кто взлетят, в подавляющем большинстве не достигнут цели, а те, кто достигнут цели, не взорвутся. По крайней мере, такую информацию рассказывают бывшие российские специалисты в атомной области, которые эмигрировали, сбежали в последние годы назад. Но зато потом придет Сергей Шойгу и скажет, что все нормально, все сработало, а то, что не сработало, починим, поправим и напишут это все на успокоительной бумажке. Правильно я понимаю? Да, безусловно. Главное для российских генералов это уметь доложить. Они доложат Путину, что уже уничтожено 10 американских президентов, 15 королей Великобритании, 18 канцлеров Германии, но их в таком духе. Главное побольше. Я тоже смотрю, чтобы цифры росли просто в геометрической прогрессии. Но это мы с вами шутим, а Министерства иностранных дел Российской Федерации нет. И публикует документ, прям соответствующий заявление после того, как вызывает посла Великобритании Найджела Кейси, выражает ему решительный протест, и говорит, что после слов британского МИД от Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории Российской Федерации британским оружием, Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории Российской Федерации могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. угрожают катастрофическими последствиями и призывают задуматься. Почему мне кажется, что никакого удара по территории Великобритании не будет и кишка тонка будет у всех тех, кто должен будет или захочет принимать это решение? Конечно, я думаю, что они, безусловно, боятся НАТО не меньше, а я думаю, даже больше, чем НАТО воицы их ядерного народа. Понятно, они понимают, что они не выиграют эту войну. Они, конечно, если они начнут войну с НАТО. Конечно, это будут очень серьезные жертвы и разрушения, но войну это они проиграют. От России, как говорят те же специалисты российские, от России не остается ничего. Просто ничего. Потому что, безусловно, у них и противоракетные, обороны слабее. В общем, все как бы несопоставимо с американскими возможностями. То есть, условный там один флот США, один флот из многих флотов США, это больше, чем все российские флоты вместе взятых. Ну и так во всем. И, собственно, если еще, скажем так, Германия, может быть, не самая сильная военная держава, мягко говоря, то США и даже Великобритания с Францией вполне боеспособны по сравнению с ними. Россия, конечно, просто рядом не стояла. Поэтому российские власти, конечно, войны сами большой тоже боятся. И это все элементарный шантаж. Просто попытка играть на страхе. Но, как я уже сказал, как говорят в Одессе, шутка, сказанная дважды, уже не смешна. То же самое угроза, которая бесконечно повторяет одно и то же, она перестает быть страшной. И именно это сейчас и происходит с российским ядерным шантажем. Страшно им еще и заявление Эммануэля Макрона касательно ведения войск, который говорит сам, что эта ставка сыграла, и в Кремле паника и истерика, комментируя нервные заявления той же Захаровой, того же Пескова, которые тоже угрожают ответами, ответами, какими-то ударами, возмездиями, непонятными. Так вот, еще и лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Хаким Джеффрис считает, что если Украина проиграет, не приди Господь, то штаты уже вмешаются не деньгами, а военными своими. Просто придется воевать. Кажется ли, что действительно ставка Макрона и обрастает еще большими сюрпризами и работает на истерику в Кремле и панику? И вот такие вот только словесные угрозы сыпятся и сыпятся? Да, безусловно, у заданных политиков они немного как-то пытались, вернее, долгое время работать, разговаривать с Путиным на привычном их языке, на привычном им языке. А надо разговаривать на привычном Путину языке, потому что он понимает только язык угроз, язык силы. И поэтому сейчас мы видим, ситуация несколько меняется. Но если немцы, в принципе, мне кажется, немецкие политики, они в принципе не в состоянии говорить на языке силы, потому что, скажем, у них вся их молодецкая удаль давно ушла в кровавых сражениях Первой и Второй мировой войны. А французы, например, британцы, американцы вполне готовы. Они ощущают у себя еще теми же победителями Второй мировой и, скажем так, героизация вот этого прошлого опыта у них тоже присутствует и они вполне, вполне могут разговаривать с Путиным на языке силы, эффективно разговаривать с Путиным на языке силы. Я думаю, что будущее именно за этим, именно за таким разговором, потому что и новый язык Путин просто не понимает. Слово совсем, язык подворотнему был бы понятен, но до него, понятно, не опустятся лидеры мирового масштаба, но это уже, эта риторика понятна, мне кажется, остается им и приятно и приятно нам и надеемся, что это и к действиям тоже расширится. Игорь Веленович, я вас благодарю от всей души за этот конструктивный диалог, за всегда то, что вы умеете и профессионально, и с юмором объяснить нам, что происходит и находите время. До новых встреч. Спасибо вам тоже, до новых встреч, Ирина. Спасибо. Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии, вы вместе со мной, друзья, спасибо, что вы вместе с нами были, приходите, слушайте, комментируйте, нам очень приятно ваше внимание к нашим темам и беседам, пусть, может, не всегда веселым, но таким, которые соответствуют тем реалиям, друзья, в которых мы живем и стараемся их изменить в лучшую сторону. Берегите себя, подписывайтесь на наш YouTube-канал 24-го, подписывайтесь, пожалуйста, в Телеграме на Эйдман Ньюс, там всегда интересно, и ссылки на другие интервью Игоря Веленовича, его размышления, и в Фейсбуке также читайте, призываю вас легко найти. И берегите себя, приходите к нам с Тома, верьте вооруженные силы Украины, увидимся и победим. Субтитры создавал DimaTorzok